Провести референдум, но после этого, да, шадом, алу-бог-жау-бог-жадом. Которые вот такими вот словами, теми же словами, которыми будет апеллировать Кадыров через 7 лет. Тут на днях Кадыров встречался со своими подчиненными, чиновниками, в общем-то, с целой группой людей. И как обычно рассуждал про роль своего отца в истории чеченцев. И Кадыров опять упомянул, что якобы Кадыров старший спросил у народа и поступил так, как желал народ. Давайте посмотрим сначала эти слова Кадырова. Предложительнейшую должность, да, шадом. В составе России предыдущего, да, шадом, да, шадом. На есть, да, на этой, да, причине, да, сейчас сначала должен сплотить своего народа, да, провести референдум, да, после этого, да, шадом, алу-бог-жау-бог-жау-бог-жадом. Здесь Кадыров говорит, что когда его отец шел на это предательство, ему Путин, когда Путин предлагал ему эту должность, главы администрации, российской администрации в Чечне, что Путин его спросил, подпишешь ли ты, если мы тебя сделаем своим наместником в Чечне, подпишешь ли ты федеративный договор, который будет означать, что Чечня теперь, значит, в составе Российской Федерации. Вы должны понимать, что с момента, как рухнул Советский Союз и вот до Второй войны и Второй оккупации в Чечении России, этого договора подписано не было. Никто со стороны чеченцев не подписывал федеративный договор с Россией. Наоборот, в 1997 году Аслан Масхадова и Борис Ельцин подписали международный, то есть межгосударственный договор о мире, о дружбе и сотрудничестве. И для России было, естественно, этот вопрос был не решен, то есть если нет подписанного договора, то полноценным субъектом России Чечня не является юридически. Поэтому Путин, Кадыров говорит, что Путин поэтому предложил его отцу, мол, если мы тебя делаем своим наместником, ты подпишешь нам этот федеративный договор. И вот здесь говорит отец, Ахмат Кадыров, ответил, что нет, я от себя это делать не буду, я спрошу у своего народа, и если они захотят, тогда я, мол, его подпишу. И, мол, именно поэтому в 2003 году был проведен референдум, где народ спросили, хочет ли он быть в составе России, либо он хочет быть независимым. И типа чеченцы проголосовали на свободном и честном референдуме за то, чтобы остаться в составе России, стать частью России. И поэтому, значит, Кадыров на это согласился и подписал этот федеративный договор. Здесь очень важно отметить, что, во-первых, Кадыров между вот этими событиями референдума 2003 года и вступлением Кадырова-старшего в должность руководителя российской администрации Чечни, между этими событиями три года. То есть он сначала соглашается на то, чтобы стать российским чиновником, то есть совершает акт предательства сначала, затем три года он работает на Россию, вместе с Россией он уже борется против нас, нашего государства, и затем они проводят вот этот фейковый референдум. После того, как они провели этот фейковый референдум, который не был признан вообще ни в одной стране этого мира, после этого были проведены такие же фейковые выборы президента, парламента и так далее. Я думаю, не стоит вам напоминать, что эти выборы президента выиграл сам Ахмат Кадыров и стал якобы президентом. Но в этой должности он пробудет недолго, значит, 9 мая 2004 года его взорут на стадионе. Те же, те самые его хозяева, которые его сделали этим самым наместником. Но надо отдать должное Кадырову-старшему, он все-таки был человеком проницательным, способным предугадывать будущее. И вот самое интересное то, что Кадыров об этих выборах, об этом референдуме и об этих выборах, которые прошли в 2003-2004 годах, он об этом говорит еще в 1996 году. Он рассказывает о себе в будущем, через 6-7 лет о тех событиях, которые будут, он рассказывает в 1996 году. И вот как, что он тогда об этом говорил. Продолжение следует... Здесь даже мои комментарии, по-моему, были бы излишни. Кадыров настолько четко описывает все то, что он сам, он будет делать через 7 лет. Ведь все то, что он сейчас говорит, якобы там была колоссальная явка, которая нас всех удивила. Что народ на честных выборах, вот выбрал, значит, свой путь. Затем они выбрали для себя президента, выбрали власть. Все то, что он тогда говорит, но говорит в негативном, конечно же, ключе. И говорит он на самом деле тогда, конечно же, про другие выборы, фейковые тоже, которые состоялись тогда, в 1996 году, когда тоже под российской оккупацией находилась большая часть Чечении. И тогда тоже были вот такие коллаборационисты. Но Кадыров тогда, Кадыров старший, он был на нашей стороне, он был на правильной стороне, он был нашим муфтием. Тогда как раз стоя вот на этом самом тракторе, он объявлял священную войну России. Это та самая съемка. И вот он тогда говорит про тех коллаборационистов, про тех предателей, которые вот такими вот словами, теми же словами, которыми будет апеллировать Кадыров через 7 лет. Удивительно, да, как человек взял и напоролся на те же самые грабли. Как он четко на примере других людей предсказал собственную судьбу, собственные слова. И удивительно, как его постигло все ровно то же самое, что и постигало его предшественникам. И удивительно, да, интересно то, с каким презрением он говорит про тех коллаборационистов, стоя на тракторе и не подозревая, что сам он через несколько лет станет точно таким же, как и они. И будет делать все ровно то же самое, что делали и они. Точно так же, как и они он будет имитировать выборы, будет имитировать власть, будет имитировать свободу, свободу выбора, свободу воли и изъявления. Но все это будет ложью, все это будет фейком. Поскольку мы в основном здесь апеллировали словами самого Кадырова, я считаю, что закончить эту мысль мы тоже должны словами Кадырова. Точнее, позволить ему самому закончить эту мысль и рассказать о том, кто же эти люди, которые и так поступают. Кто они? Они лицемеры. Но вот что говорит про Кадырова, про этих лицемеров Кадыров, как он определяет, кто такие лицемеры. Давайте дадим слово ему самому. Спасибо, Ахмат. Субтитры создавал DimaTorzok